Всем привет! Сегодня на обзоре игровая 8-битная консоль от DataFrog, которую можно подключить не как раньше через кабель AVI, а всего-навсего вставить напрямую в разъем HDMI любого телевизора или монитора, и больше никто не крикнет за спиной, выключай приставку, кинескоп посадишь! Эх, были нелегкие времена. Производитель заявляет четкую картинку в разрешении 4К, но я думаю тут будет максимум 720 пикселей. На деле протестируем. Внутри этой консоли более 500 игр, каждый найдет свою игру по душе. И это еще не все. В комплекте идут два беспроводных контроллера, уникальная приставка без лишних проводов и с максимальным удобством. Теперь можно играть в ретро игры на большом экране и без проводов, завалившись на диване в конце комнаты. В комплект консоли DataFrog Y2HD входит инструкция, русский язык присутствует, два беспроводных джойстика, различные между собой. Первый управляет экранным меню игровой приставки. Второй просто джойстик, ведомый, без функции управления. Внешне джойстики выглядят как классические от Dendy. Крестовина и кнопки в меру тугие. Нажимать комфортно. Сам джойстик не скрипит. Материал качественный. Джойстики подписаны 1 и 2. Есть индикатор работы, красный светодиод, который одновременно может сигнализировать о разряде батареек. На задней стороне отсек для двух мизинчиковых батареек. Сам ТВ-стик. Корпус пластиковый, через прорези выглядывает пластиной радиатора. На обратной стороне вентиляционное отверстие. Сбоку находится слот для microSD. Внутри установлена простая microSD карта на 128 мегабайт. Карта полупустая. Корни на карте находятся файлы меню, основное меню, шрифты и так далее. И 6 папок с играми. Есть и бинарники и ASD файлы. Стандартных NES файлов нет. Скорее всего, это скомпилированный эмолятор со встроенными играми. Если закинуть в папку 8-битные игры в формате NES, читать не будет, так как в файлах меню прописаны названия и адреса предустановленных игр. С другого бока порт питания microUSB. Провод питания приставки. Простой microUSB, толстый, на ток более 1 ампера. Вставляем TV-стик в HDMI TV. Подключаем кабель питания к USB телевизора. Если нет USB в телевизоре, или случаются перезагрузки или подвисание консоли, можно воспользоваться блоком питания от смартфона на 5 вольт с током не менее 1 ампера. Приставка включается сразу при подаче питания, загорится красный индикатор. Вставляем батарейки в контроллер. На телевизоре выбираем нужный порт HDMI. Видим разрешение 1280 на 720 пикселей. В главном меню 6 папок с разными по жанру играми. На данной консоли 568 игр. Полный список игр и инструкцию можно скачать по ссылке под видео. Переходим в первую папку экшен-игры. Super Mario Bros. Ни один из топ-списков не обойдется без этого тайтла. Легендарный водопроводчик до сих пор в строю. Nintendo создала огромную серию игр о звезде платформы, а также его друзья. Все до безобразия просто. Принцесса похищена, зло безнаказанно разгуливая по грибному королевству, да еще и насмехаются над вами. Нам не остается ничего, кроме как засучить рукава и отправиться в бой с жуками, черепахами, плотоядными цветами и прочей нечистью. Для возврата в меню нужно одновременно зажать две кнопки, селект и старт, примерно на 2-3 секунды. Игра Super Mario 6 это хак на всем известную игру Тинитун. Заменен только главный персонаж, с кролика на Марио. Сюжет прост. У Марио украли подружку и он в панике бросается идти ее спасать. И конечно его лучшие друзья пришли ему на помощь. Мы играем за Марио, который ходит, прыгает и ищет свою подружку на сказочном острове, попутно собирая большое количество морковок. Также Марио умеет превращаться в Плаки. Это утка, которая умеет летать и плавать. В Дизи. Это собака, которая умеет быстро крутиться волчком, сметая все на своем пути, убивая этих врагов. И в пушка, который умеет карабкаться по стенкам. Игра красочное управление, простое и легкое. Battle City. Эту игру все знали и знают как танчики. Сверх популярный проект, один из пробивных тайтлов. Невероятно, но уже тогда было придумано и реализовано разрушаемое окружение. Ах, как приятно было крушить кирпичные препятствия. А уж если прокачать танк как следует, то расстрелять можно было даже бетонные переграды. Играть в Battle City можно было бесконечно. После примерно трех десятков уровней, все начиналось заново, но с более жирными противниками. И как это только не надоедало. Чип и Дейл. Одна из самых лучших игр для Дэнди. Точнее, даже две игры. Чип и Дейл удивительно четко попали в мультипликационный образ. Даже музыка была точь в точь, как в сериале. Играть в нее можно как поодиночке, так и бок о бок со своим другом. В игре задействованы практически все известные мультипликационные герои. Чип и Дейл, Рокки, Гайка, Вжик и другие. Адвенчерл Айленд 2. Первая часть этого платформера не отличалась особой оригинальностью. Вторая стала более разнообразна в плане геймплея, но в принципе все осталось на своих местах. Игра за розово-щекого толстяка, вы боретесь с плохими парнями, чтобы спасти свою девушку. По ходу дела, вы разъезжаете на динозаврах с различными способностями и поедаете в огромных количествах фрукты. Мегамен. Популярный тайтл от Capcom. Доблестный робот с суперспособностями очищает мир от других роботов, имеющих более злое намерение. Игра просто шедевральна. Потрясающая графика, нелинейный геймплей и новые способности, получаемые после победы над боссами. Они-то и помогут вам расправляться с рядовыми врагами, да и с другими боссами, которые в игре выполнены довольно интересно. Бэтмен. Достойное воплощение истории о Бэтмен, изданное по фильму 1989 года. Готэм переполнен всякой швалью, и темному рыцарю приходится выйти на улицы города и очистить их. Бэтмен отлично справляется с врагами в рукопашную, но у него также есть спецоружие с ограниченным запасом. Пистолет, диски и бумеранги. А еще человек-летучая мышь умеет карабкаться вверх, цепляясь за стены. Игра отличается высокой сложностью. Кастельвания. Шедевральная сага об охотнике на вампирах Саймоне Бальмонте, владеющем кнутом не хуже Индианы Джонса. Бороться, однако, придется не с нацистами, а с самим Дракулой и его отрядами. Кроме кнута у вас будет различное дополнительное оружие. Топоры, бумеранги, ножи, святая вода. Каждая со своими особенностями. Несмотря на то, что Кастельвания вышла еще на заре РНС, она радует атмосферным саундтреком и отличной графикой. Вы вдоволь насладитесь ими, поскольку игра довольно сложна в прохождении. Гост Гоблинс. Игра имеет невероятную сложность и переполнена различными монстрами. Настолько, что многие игроки даже боялись начинать играть в нее или бросали эту затею после пары попыток. Сложность действительно зашкаливает. Нечисть в лице зомби, вордулаков и скелетов прет на вас со всех сторон. А умираете вы всего от двух их ударов. При этом безопасных мест в игре просто нет. В любой точке экрана, в любой момент может выскочить монстр и убить вас. Ах да, если вам все же хватит мужества и упорства, чтобы дойти до финального босса и убить его, наберите побольше воздуха и присядьте. Для завершения игру придется пройти еще раз. Переходим в следующую папку. Контра. Великолепный, неустареваемый шутер на все времена. Именно с ним у многих ассоциируется Дэнди. Восьмидесятые были эпохой, когда в игрок вовсю эксплуатировались киношные штампы. Мускулистых крутых парней с большими пушками. Контра мы играем за двух таких же ребят, борющихся с террористической организацией «Красный сокол». В вашем распоряжении куча оружия, с которым вам придется штурмовать заполненные многочисленными врагами уровней боссов. Робокоп. Играть предстоит за киберполицейского, который безжалостно уничтожает любого, кто встанет на пути закона. Главный герой достаточно неповоротлив и даже не умеет прыгать, но зато обладает достаточно большим запасом здоровья и бесконечным запасом амуниции. Главной работой игрока будет уничтожение противников на уровне и сражение с боссами. В начале некоторых уровней робокоп может использовать только свои кулаки, но когда наступает подходящий момент, может использовать и свой пистолет, который позволяет уничтожать противников на дальнем расстоянии. Чудеса на виражах. Игра по одноименному мультику о приключениях пилота Балу и его штурмана Ветрогона. Классика диснеевских игр. Скилл Ворум. Хороший скролл-шутер, в котором присутствует возможность игры на двоих. Игроку придется управлять либо вертолетом, либо джипом, каждый из которых обладает своей боевой мощью и имеет свои преимущества и недостатки. Играя вдвоем, выбирать не приходится. Первый управляет вертолетом, а второй джипом. И кооперируясь вместе, они практически неуязвимы. Чужой 3 – это платформа с вкраплениями квестовых элементов и капелькой хоррора. Суть игры состоит в нахождении зараженных чужими людей и обезвреживанием их до того, как они вылупятся. Начинаете игру вы с полным боезапасом. На уровнях необходимо собирать патроны, так как они заполнены большим количеством чужих. Арсенал у игрока неплох. Это и импульсная винтовка, и огнемет, и ручные гранаты, и подствольный гранатомет. В общем, все, что нужно для эффективной расправы над монстрами. Переходим в папку «Спорт игры». Стальные лезвия Неплохая игра про хоккей, позволяющая сыграть вдвоем с другом и неплохо провести время. Графика приятная, анимация игроков не режет глаз. Приятный рев толпы подбадривает игроков, когда те приближаются к воротам оппонента. Перед началом игры можно выбрать один матч или целый турнир. При игре с компьютером можно выбрать уровень сложности. Всяческие подкаты и грубая игра интересна, но за это можно получить пенальти. Так что играйте по правилам. Гоу – футбольный симулятор для Дэнди, в котором предусмотрено 4 режима игры, не считая режима игры вдвоем. Среди которых Кубок мира, турнир, тренировка и одиночная игра с выбранным оппонентом. Переходим в папку «Файтинг». Дабл Драгон 2 – очередной шедевр классической эры видеоигр. Билли и Джимми Ли – болезницы драконы мстят членом преступной группировки за смерть возлюбленной Билли. Во второй части добавились новые суперудары, но стала выше и сложность. Добавились новые типы врагов. Между уровнями вас ждут сюжетные вставки, а после финального босса – красивые титры. Черепашки-Ниндзи 2 Основанная на оригинальном мультфильме игра радовала геймплеем и возможностью поиграть за одного из любимых персонажей. В игре море злодеев и боссов из мультфильма, хотя некоторые были придуманы разработчиками специально для этой игры. Ниндзя Гайден 2 Это продолжение оригинальной части. Игра была заметно улучшена в плане графики и новых возможностей рю, позволяющих ему не только отталкиваться от стен, но и лазить по ним. Также появились теневые спутники ниндзя, помогающие вам в битвах. В остальном это тот же оригинал с хардкорной сложностью и увлекательным геймплеем. Капитан Америка Игра про Супермена, классическая аркада с неплохой графикой. Переходим в папку Гонки Про Ам Это винтажные гонки и являются предком всех изометрических гонок, особенно Марио. Кард, все эти турбоускорения, бонусы и препятствия пришли именно отсюда. Вы должны одержать победу в кольцевых гонках, управляя одним из четырех автомобилей, участвующих в заезде. На вашем пути встретятся как препятствия, так и призы. Последнее можно использовать для апгрейдов авто, чтобы получить преимущество над соперниками. Переходим в последнюю папку с играми Battle Tots Боевые жабы Классика, просто классика. Одна из самых графически совершенных игр на платформе, сочетающая в себе помимо аркадного геймплея, еще и скоростные гонки на мотоциклах, полеты и многое другое. Жаба-боец Раш, за которого вы играете, спасает по сюжету своего приятеля Пимпла и его подружку принцессу Анжелику. Сложность, конечно, зашкаливает, и кооперативное прохождение не очень спасает ситуацию. Черный плащ Игра была создана на основе одноименного мультсериала. Великолепная бродилка, графика очень хорошая. Кто желает поностальгировать, обязательно играйте в эту игру. Приключения маленького Немо Хозяин снов Сюжет вращается вокруг маленького мальчика по имени Немо. Цель игры – добраться до страны ночных кошмаров и спасти короля страны снов Морфеуса от лап злого короля кошмаров. На мой взгляд, игра просто отклюзнена для своего времени и в плане графики и сюжета. Восьмибитная игра очень добрая, семейная, и с ней можно отдохнуть. Поиграв в различные игры примерно два часа, каких-либо лагов и подвисаний консоли не обнаружил. Изображение качественное, отклик контроля без задержки. В общем, олдскульная консоль с HDMI с двумя беспроводными джойстиками – это реально крутая штука, а также в качестве подарка или вечера ностальгии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok